Многие из этих ребят уже сами построили то, чего им не хватало долгие годы. Это семья. У кого-то уже свои дети, кто-то только создает семейный очаг, но уже в своей собственной квартире. За последние пять лет мы закупили для детей-сирот 1577 квартир. Потратили на это 1 миллиард 700 миллионов рублей всего, но более 1 миллиарда 200 миллионов рублей это совластного бюджета. Дети-сироты это наши дети, это государевые дети, у которых нет родителей, но за их спиной мощное государство, за их спиной наш президент. Эти слова губернатор говорил и пять лет назад, когда в бюджете еще не было таких средств, когда приходилось гасить коммерческие кредиты, наследие прошлой власти. Но, тем не менее, сирот без жилья не оставляли. Сравним, в 2011 году на жилье для детей-сирот областной бюджет выделил около 25 миллионов, а в 2018 и 2019 годах уже по 320 миллионов рублей. Приведу вам пример. Если с 2009 по 2014 год в городе Клинцы свое право реализовали порядка 30 детей-сирот, то за период с 2015 по 2019 год свое право реализовало 160 человек. В 2019 году 42 сироты из Клинцов празднуют новоселье. 16 из них получили ключи от новых квартир из рук губернатора. В этот момент многим сложно сдержать эмоции. Конечно, трудно передать словами все эти чувства, эмоции, которые я сейчас испытываю. Раньше это казалось несбыточной мечтой, получить свою собственную квартиру. Но сегодня я получила ключи, и я очень рада этому. Спасибо большое, что существует такая программа, которая помогает детям, которые остались без попечения родителей. И, конечно, это большое счастье. Буквально через 2-3 года мы выйдем на то, чтобы в течение максимума 2 лет дети получали свое жилье. И мы сделаем все от нас зависящее, чтобы это было так. Глава региона добавил, жилье выделяется только на первичном рынке. Это одна из мер после того, как продавцы вторички пытались искусственно завысить цену. Чтобы не было никому неуповадно, было принято решение только на первичном рынке. И учитывая то, что работу мы привели, вот я сейчас разговариваю с Виталием Викторовичем, Брянская администрация уже по новым правилам, под новым законом, они подготовили всю документацию, вынес решение суд. По ценам, которые сразу складываются на рынке, если вы успеете сделать, то мы вам дадим еще до конца года бюджетный трансфер для города Клинцов, чтобы вы еще закупили квартиры для детей-сиротов. Новосел Татьяна Давыденко пригласила губернатора на чай в свою новую квартиру. Познакомила с мужем Романом, он военный, и сыном Никитой, которому совсем недавно исполнился год. Когда я сюда впервые зашла, я была в таком приятном, неожиданном шоке. Я не ожидала, что будут такие приятные обои, ламинат, все, ванна, очень красивая газовая плита, колонка, все новое. Татьяна с мужем и маленьким Никитой уже присматривают, где поставить елку на Новый год. А еще одним предновогодним подарком от губернатора стала стиральная машина. Андрей Мамошин, Сергей Дюков, Максим Кузнецов. События Клинцы.